Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Евгений Романов. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Университет провел спартакиаду. Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Ученые КФУ – первые по количеству публикаций в Европе. Спорт – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Ведь не зря говорят «в здоровом теле – здоровый дух». Для поддержания здорового образа жизни и его пропагандирования Казанский федеральный университет проводит спартакиаду. Подробности в сюжете Полины Романовой. 24 января в Казанском федеральном университете началась спартакиада «Здоровье». В ней принимают участие профессорско-преподавательский состав и сотрудники института в КФУ. Программу состязания открыл настольный теннис. Эта спартакиада для наших сотрудников является традиционной. Ежегодно данная спартакиада собирает довольно-таки много наших сотрудников, профессорско-преподавательский состав. Данная спартакиада очень нравится нашим сотрудникам. Надеемся, что в будущем те, кто еще не принял участие в данной спартакиаде, присоединятся к нам. Спартакиада «Здоровье» проводится ежегодно, потому интерес к ней с года в год лишь возрастает. Например, только на соревновании по настольному теннису собралось 17 команд. Все команды разделены на 4 подгруппы. В каждой подгруппе по 4 и в одной группе 5 команд. Из каждой группы выходят 2 команды. Они определяют восьмерку лучших. И в этой восьмерке определяется уже 1, 2, 3 место. Спартакиада направлена на развитие физической культуры и спорта, улучшение физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы, а также пропаганду здорового образа жизни в КФУ. К этому теннису меня пригласили коллеги. И вообще наш факультет, он участвует во всех подобных родах мероприятиях спортивных и в плавании, и в других видах спорта, и в теннисе, во многих видах спорта. И мои коллеги, как активные участники спартакиада, пригласили меня принять в участие. Так как я уже имею опыт определенный, я, естественно, согласилась. Спартакиада «Здоровье» продлится до 16 февраля. Впереди соревнования по оставшимся шести видам спорта. Плавание, бадминтон, бильярд, волейбол, шахматы, лыжные гонки и мини-футбол. Как отмечают сами участники, они принимают участие в спартакиаде не только ради победы, но и общения с другими институтами и факультетами. Мы сюда пришли получить удовольствие! Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых случаях летальных исходов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Коронавирус обнаружен уже в четырех странах. О двух случаях болезни известно в Таиланде. Заболевших нашли также в Японии и Корее. По данным СМИ, зараженный человек прилетел из Китая в США. Под подозрением несколько человек на Филиппинах и в Австралии. Туристку, которая скрыла симптом болезни, ищут во Франции. В аэропортах во многих странах мира уже начали проверять наличие симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. Сканеры, оценивающие температуру тела туристов, применяют в Малайзии. Наличие симптомов высматривают у пребывающих по меньшей мере в трех аэропортах США. К подобным мерам решили прибегнуть также в Канаде. Северная Корея же вообще временно закрыла границу для туристов. Каждый год страну посещают около 350 тысяч граждан Китайской народной республики. В настоящее время есть опасения, что распространение вируса усилится. Поскольку сотни миллионов граждан Китая будут перемещаться по всей стране из-за китайского Нового года по лунному календарю. Люди активно закупаются на местных рынках и ездят не только по всей стране, но и за границу. По сути, это крупнейшая ежегодная миграция населения. В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер. Коронавирусы известны уже очень давно. Они поражаются и человека, и домашних животных, и диких животных. И вызывают и бронхиды, и пневмонии. То есть люди всегда болели из-за коронавируса, бронхидами и пневмониями. Проблема в данном конкретном вирусе заключается в том, что это новый вирус, который появился в природе и перекинулся на человека. И, соответственно, пока неизвестно, как он будет себя вести. Информация о заболевших в России туристов из Китая пока не подтвердилась. Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за нового вида коронавируса из Китая. Пока режим «Чрезвычайная ситуация» актуален только для Китайской Народной Республики. Напомним, что еще в 2013 году был зафиксирован коронавирус другого типа. Он появился в США, где стал называться вирусом и пазетической диареей свиней и привел к очень большим экономическим потерям. Распространился в Саудовской Аравии, Франции, Германии и Великобритании. Лилия Баталова, Универньюс. Ученые КФУ, сотрудники стратегической академической единицы «Эко-нефть», увеличивают публикационную активность и в 2019 году заняли первое место в Европе по направлению сырая нефть. О том, что это значит для Казанского Федерального Университета, на следующий сюжет. Стратегическая академическая единица «Эко-нефть» создавалась и развивалась как ответ на вызовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности на планете Земля. В Казанском Университете есть приоритетное направление «Эко-нефть», которое занимается исследованием в области полезных ископаемых, в том числе нефти. И в работе данного приоритетного направления участвуют 7 институтов Казанского Университета. Главное институт – это институт геологии и нефтегазовых технологий, и также 6 других институтов, включая химический, институт физики, институты математики и механики, институты, связанные с IT-технологиями, институт экологии. То есть, в принципе, достаточно большая межрисциплинарная команда ученых. Быстрое развитие технологий добычи и переработки нефти, внедрение информационных технологий и робототехники, глобализация и интернационализация нефтегазовых компаний, внимание к экологическим проблемам, ресурсосбережения и энергоэффективность. Все эти тренды требуют существенной трансформации высшего образования в области ископаемых ресурсов и их переработки, а также постоянного повышения квалификации существующего персонала. Актуальность исследований ученых КФУ подтверждает первое место, занятое Казанским федеральным университетом в Европе по публикационной активности по направлению «сырая нефть». Казанский университет по количеству и качеству публикационной активности занимает первое место по нефтегазовому направлению в Европе. И действительно, мы очень сильно, так сказать, за последние годы увеличили как раз количество ученых, кто занимается этой сферой, и новые проекты у нас появились. И этому также способствовало то, что в Казанском университете благодаря программе 5.100 были открыты позиции пастдоков, то есть молодых ученых, которые приехали к нам работать из-за рубежа, а также систему OpenLab, которая позволила нам привлечь также ведущих зарубежных ученых. Кроме того, Казанский федеральный университет становится базовым университетом для проведения крупных международных мероприятий в области нефтегазовых технологий. Одно из них состоится в мае. Это будет крупнейшая технология по термическим метрам увеличения нефтеотдачи. Она будет проходить в Колумбии. Как раз и Казанский университет является одним из организаторов, и в этой конференции будет принимать большое количество ученых. И по итогам мы планируем издать сборник, публикации в одном из ведущих нефтегазовых журналов. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. 25 января в день российского студенчества планетарий Казанского федерального университета приглашает посетить интересные программы о космосе. Все подробности далее. Планетарий Казанского федерального университета 25 января в день российского студенчества представляет несколько интересных программ о космосе под общим названием «Татьянин день в планетарии КФУ». Изучить звездное небо в Казани, прогуляться по Солнечной системе и заглянуть в глубины Вселенной и не только смогут все желающие. Увлекательная программа включает в себя интерактивную экскурсию, астрономические лекции, а также просмотр сферических фильмов в звездном зале. Напомним, что первый камень в основании планетария был заложен 22 августа 2011 года и почти через два года, 23 июня 2013 года, планетарий был открыт президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. А 1 декабря 2016 года планетарию Казанского федерального университета было присвоено имя дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова. Немаловажным является и то, что планетарий Казанского университета единственный планетарий в России, созданный при высшем учебном заведении. Это является показателем того, что Казанский университет – одно из самых передовых учебных заведений не только в России, но и в мире. Также за время существования планетария его посетило огромное количество людей. Отметим, что 25 января студенты и Татьяны смогут получить скидку 50% на все программы планетария. Купить билет и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте планетария КФУ, а также позвонив по телефону 259-1306, код города Казани 843. Лилия Талипова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok